Нахожусь сейчас в трюме нашего вновь переоборудованного СТР. И иди, удаюсь. Мы получили вот это чудо. Такие чины. 14 штук. Вот это пространство. Фланги разведены. Шланг подачи воды, всасывание. Шланг подачи воздуха. Сейчас я занимаюсь тем, что наполняю чины последовательно. Чтобы начать испытание холодильной установки. Вот получается с этого отверстия, этот цех, транспортерам будут подаваться краб. Тут будет его принимать человек. Если нужно будет краба оторобанить в тот дальний чан, Получается ему нужно будет отсюда проползти туда. Через вот это все. Ну вы понимаете, да? Что заключается в том, что я вот передвигаюсь здесь в таком положении. Как говорят в наших краях, на картах. Вот такие вот наколенечки. Защита просто с куставов. На картах, либо на четвереньках. Мы двигаемся по трюму. Получается у причала. Ничего здесь не мешает, никакой качки нет. Это судно окажется в море. На промысле. Там уже не будет таких чудесных условий. И я не завидую тем людям, кто здесь окажется. Во-первых, здесь нужно иметь физическую подготовку на уровне спецназа. Моральную. И еще быть моржом. Потому что в таких условиях, при штормовой погоде, вот, если ползешь по этой доске, можно упасть в чан. А если ты упал в чан, то ты упал в 0 градусов. Ну, даже хуже, чем за бортом. Поэтому надо будет работать в жилетах. И просто молиться. Вообще, это основные замечания. А их тут еще масса. Так какого тут ревмеханикам придется бегать вот это. Из этого трюма в машину. Туда сюда носиться. Хотели купить себе СТР. Когда будете переоборудовать его под жилака, очень большое внимание обратите на проект. Потому что здесь была допущена ошибка еще в самом начале. Все надеялись, что проектировщики все-таки что-то сделают. Потому что они нас уверяли. Ну, по итогу, вот что сделали. Каждую ходку будут люди списываться. И если человек упадет в этот чан, это все. Это здоровье можно просто потерять. Короче, это будет плотная катка. Так, вышли на открытую воду. Самое время обновить воду в чанах. Грязную, портовую. Уберу. Свежую морскую. Залью. Все. Сейчас покачивает. Нужно быть уже осторожней в трюме. Потом можно свалиться вот сюда. Сейчас хочу обновить воду вот в этом чане. Правый третий. Прежде чем проводить какие-то манипуляции с водой, то есть пополнение, откат воды, циркуляция и прочее, все это нужно согласовывать с мостиком. Обязательно. Ставить в известность, что ты будешь делать, как ты будешь делать, чтобы люди там наверху имели в виду. Потому что такие несогласованности могут привести к весьма печальным последствиям. Ищем этот чан. Правый третий. Нашли. Подача в этот чан воды. Это будет свежая вода. Напротив всасывание. Эту воду мы будем забирать. Открываем клапы. Крылья. Проверяем, куда он идет. Унимаемся, запускаем насос. В цеху у нас находятся специальные насосы РСВ. Вот они два. Для циркуляции воды в чанах. Прежде чем запускать, проверяем открытие всех клапанов, настраиваем их как нужно. Всасывание открыто. Клапам вытерпляй. Нагнетание открыто. Закрыто. Вот этот клапан. Выход воды за борт. Открываем. Проверяем остальные. Открыт. Открыт. Все проверили. Теперь можно запускать насос. Смотрим сразу за давлением. Водом на давление отсасывания. Давление нагнетания. Всасывание идет в вакуум. Давление отрицательное. Значит он берет воду. Идем проверяем. Выход за борт. Вон она струя. Грязная водичка идет оттуда. Пополнение осуществляем через насос чиллерный. Там у меня уже все открыто, все настроено. Осталось открыть клапан подачи воды правой трети. Открываем. Не до конца слегка. Все, вода пошла. Теперь следим, чтобы она равномерно поступала. И откатывалась. Так же равномерно. Так должна выглядеть свежая водица. Перед загрузкой краба. Так же ее нужно будет охладить до 0 градусов. И открыть насыщение охлажденным воздухом. Все подобные работы нужно выполнять плавно, без резких движений. Не открывать на всю, смотреть, наблюдать. Если все делать резко и пытаться сделать все сразу, можно просто запутаться, перекрутить, перевертеть, не те клапаны открыть, не те закрыть. И получить либо крен, либо потерю продукции, либо еще массу неприятных. Поэтому работать нужно всегда плавно, без суеты. И когда мы поймем, как у нас работают насосы, как работают чины, тогда уже можно вводить в работу сразу по несколько чинов. Дорогая система, это очень важно. Но самое важное, это реф-установка для реф-механика. Чиллер, компрессора, в общем, все реф-оборудование. Водой обычно, за водой смотрит реф-машинист. У меня реф-машинистов, к сожалению, нет, как всегда. Поэтому приходится самому там крутить, вертеть. Но это даже лучше. Это лучше помогает понять все процессы. Есть один такой очень важный момент. У нас в дальневосточном пароходстве почему-то многие заведующие производством и технологи думают, что вода их не касается и перекладывают всю ответственность и контроль на реф-механиков. Я так не считаю. Поэтому сейчас, вот зав, который здесь находится, я его приучил и научил, чтобы он смотрел за водой, понимал, как, что нужно делать. В отношении с коллегами я часто слышу такое, что на переходах в залы за водой не смотрят. Я хочу сказать, что виноваты в этом не залы, а виноваты в этом рефы. Потому что позволяют переложить ответственность на себя. И хотят или не могут твердо обозначить круг обязанностей. Многие из них не могут твердо отсоять свою точку зрения по поводу воды. А вообще, в целом, все должны друг другу помогать. Независимо от специальности и занимаемой должности. Потому что в море у нас есть только мы и больше никого. Если каждый будет на себя тянуть одеяло и говорить, что это не мое, это не я, то ни рыбалки, ни с ученого экипажа никогда не получим.